сегодня решила посмотреть что происходит у нас с чешуйками которые я закладывал месяц назад вот 19 марта есть меточка я клала в мох вот в эту плошечку чешуйки азиатские восточные разные но чтоб не занимать ваше время уже вывалила сюда вот в подонечек и немножечко начала уже рассматривать есть тут что-то или нет и вот хочу вам показать что через месяц уже на чешуйках образуются маленькие луковки то есть их можно уже посадить смело смело посадить в землю посмотрите какой корешок образовался отрихать сильно я не буду от мха потому что буду сажать вместе с хом посмотрите сколько луковичек образовалась уже на чешуйки не знаю какая восточная или азиатская не имеет значения самое главное что есть результат через месяц я считаю хороший результат для того чтобы вот уже их высадить сейчас есть время на даче у нас там сейчас холодно снег выпал и в общем то я решил заняться вот этим вот действием смотрите тоже на маленькой чешуйки такой есть уже образование замечательно так вот на этой чешуйки посмотрите она тоже большая толстенькая такая но есть прям маленькой маленькой головочек прям еле еле видно такой вот прям пупырышек это тоже вот закладывается луковичка ну ей надо время видимо на это это заложим опять мог и она будет дальше развиваться в общем то вот успешное такое успешное дело посмотрите вот луковка даже какая-то не луковичка чешуйчик она такая какая-то вот маленькая даже немножко с погрешностями здесь я хотя бы обрабатывала ее марганцов очки все делала и все равно вот она дала деточку посмотрите две штучки корешочки есть это вот корень это не мог а корень я уже чувствую что-то держится крепко то есть вот это уже пора посадить нам в грунт иначе питание будет мало посмотрите вот такая заковырочка посмотрите-ка ну это вообще там было прям наверное чуть 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 какая-то вот половиночка наверное чешуйки и посмотрите все равно образовалась деточка маленькая луковичка который хочет жить и развиваться тоже буду сажать обязательно пусть живет развивается через некоторое время они подрастут и будут давать нам потомство наши луковички которые мы так любим которые иногда у нас пропадают которые не дают деток восточной линии лилии они очень так это слабо дают деток посмотрите вот корешок и 1 1 луковичка уже образована ну в общем то разберу сейчас вот это вот все это то что касается мха ну вот еще одну вам покажу то же самое то есть есть вот через месяц уже есть результат сейчас еще там покопаемся но я думаю здесь наверное уже все я пересмотрела откроем то что находится вот в этом пакете пакете я делала просто торфик покупная земля обыкновенная такая чистая свою землю я не добавляла сейчас давайте мы тоже высыпем чтобы было удобно вытаскивать эти чешуйки и посмотрим что здесь у нас есть что-то такое прям большое прям большое такое смотрите-ка прям какой-то осьминожек смотрите какой вот посмотрите корнюшечки большие такие уже очень много раз два три вижу точно но и вот здесь может быть в самой не буду конечно лазить руками потому что можно сломать оторвать буду сажать обязательно с чешуйками отрывать ничего не надо потому что она сейчас на данный момент это чешуйка она кормит этих деток маленьких и пока вот мы не посадим землю ничего отрывать не надо конечно я думаю что так она от нее питается ну в общем то девчонки хороший результат смотрите-ка первый раз я это делала но не это понравилось сейчас посадим в землю решите какой длинный торчит и луковичка такая хорошая уже большая достойная луковичка так следующая следующая тоже уже такая вот наклюнулась прям посмотрите хорошая толстенькая жирненькая еще здесь маленькая есть и в общем сейчас будем сажать это все в грунт и здесь много я сейчас все это выберу грунт приготовила тоже покупной буду сажать знаете в такой горшочек который немножко такой вот удлиненной формы чтобы на будущее смотрите чтобы на будущее им хватило питания для того чтобы они немножко развили корневую систему и питание нужно знаете до каких пор в зиму я их уже высаживать же не буду они очень маленькие в зиму мы не будем их высаживать то есть они все лето у меня будут расти в горшке я так соображаю что они будут в горшочке смотрите вот маленькая маленькая уже тоже такая корешочки какие хорошие пора сажать вот и а зимой зимой я уберу их в погреб смотрите-ка что нашла еще боже просто луковичка 1 или что здесь сейчас посмотрим вот представляете даже чешуйки почти нет чешуйки почти нет вот она прям совсем сантиметровый чешуечка и уже она дала росток боже мой но это срочная посадка требуется срочные вот такие малявочки видите какие плодовитые хотят они у нас расти вот посажу их и в осень заберу в погреб они там перезимуют они холодное время переносят нормально что маленькие что большие лилия они все равно должны перенести вот эту вот зимнюю закалочку а на следующее лето уже я посмотрю как они подрастут и можно будет наверное даже на второй год уже когда будет корневая система уже развита можно будет посадить их уже в открытый грунт ну конечно прикрыть или хотя бы знаете что сделать не посадить вот этот горшочек горшок сам оставить вкопать в грунт и оставить в грунте вместе вот с этими росточками посмотрим как они будут развиваться ну смотрите достаточно много хватит нам для посадочки они сейчас стали дорогие эти лилия поэтому нам спешить некуда а время бежит быстро и то есть за два-три года у нас нарастет посадочный материал и мы посадим свой садик либо погода была хорошая не было бы вот такой воды из-за которых у нас очень часто пропадают наши растения ну будем сажать повыше и создавать такие благополучные условия для наших растений вот они без корешков это она тоже толстенькая такая крепенькая не узнаете набухает вот это основание сначала она прям тоненькая такая я клала а сейчас она прямо такая толстая вот это вот стеночка и вот на этой стеночке начинает образовываться вот такой детский материал детишки маленькие взяла вот такой горшочек сейчас я вам покажу просто сажать уже при вас не буду не буду занимать ваше время взяла длинненький горшочек такой довольно таки я считаю что это нормальной по высоте им хватит на один сезон посмотрим как будут развиваться и в садик можно вытащить этот горшочек и на солнечное место конечно не очень уж такое прям чтобы они развивались горшочки спокойно потому что уж очень они маленькие а потом со временем будем пересаживать когда они забьют этот горшочек можно будет пересадить более свободную емкость и доращивать дальше ну вот такой посадочный материал у нас образовался сейчас посадим на небольшую глубину их много всяких лилий это я вот картиночки набрала которым не остались а так их очень много разных и в общем-то лилий у нас в саду будет много посмотрите сколько много посадочного материала всего лишь вот за месяц мы нарастили себе вот такой посадочный материал замечательно все своими руками душа радуется лишь бы все дальше не погибло из-за нашей этой воды но будем стараться чтобы росли они у нас повыше и развивались достойно всем спасибо за просмотр спасибо что были все со мной до конца всего хорошего всем настроение хорошего весеннего до новых встреч